Самая передовая система технологий. Роботизированные станки для производства двигателей и современное оборудование. Директор КАМАЗа Сергей Кагогин показывает президенту и гостям последнее достижение завода. Это онлайн-диспетчерская. А транспортники – IT-технологии при уборке дорог и новинки дорожной техники. Сегодня суббота, вообще нормальные люди отдыхают, но более нормальные работают. Выездное заседание Министерства транспорта и дорожного хозяйства проходит в Набережных Челнах не случайно. Сегодня это крупнейший центр машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии. А теперь и территория опережающего развития. Любое развитие требует транспортного сопровождения, отметил Рустам Миниханов. Завершается реконструкция трассы М-7 Казань-Набережные Челны. Слабое звено – плотина Нижнекамской ГЭС. Она не обеспечивает пропускную способность. Я обратился на имя президента Российской Федерации Ивановича Путина. Объяснил, что Камские классы – это основная точка роста не только республики. И в целом, я думаю, что в России нет таких точек, которые за 6-7 лет дадут тройной рост. На заседании также говорили о сельских дорогах. Планируют и соединить 26 населенных пунктов. 558 населенных пунктов, не имеющих подъездных дорог с твердым покрытием, протяженностью более 1400 километров. На совещании Рустам Миниханов попросил министра транспорта страны обратить внимание правительства на масштабные сокращения в ГИБДД. Штат МВД по всей стране сократят на 10 тысяч человек. С одной стороны, правительство ставит задачу 30-го года резко снизить все эти происшествия. С другой стороны, мы подрезаем тот личный состав, который сегодня работает на дорогах. В республике принято решение привлечь муниципально служащих 165 человек. Они будут работать совместно с работниками ГИБДД. Но это вынужденное решение, признал президент. Еще один вопрос – школьные перевозки. Для медицинского освидетельствования водителей в деревенских ФАПах нет лицензий. Водителю, чтобы пройти утренний медосмотр, надо ехать в райцентр. Это 40-50 километров. Нулевой пробег получается очень большой. Свои требования есть и к перевозчикам, которые будут работать на чемпионате мира по футболу. Сейчас в Тарстане разрабатывают порядок аккредитации. Окончательные требования пока неизвестны. Но если судить по опыту Москвы, то водители должны погасить неоплаченные штрафы. А автомобили должны быть не старше 4-х лет. Водителям также рекомендуется выучить стандартные фразы на английском, чтобы иностранные гости чувствовали себя комфортно. 180 километров дорог отремонтировано. Установлено 34 светофора и 1200 дорожных знаков. Об успешной реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» рассказал министр транспорта страны. Проведено в нормативное состояние целые участки уличной дорожной сети двух крупнейших агломераций республики. Говорят о том позитивном тренде. Глобальные изменения ждут и Казанский аэропорт. Там начнут строить новый терминал. Создадут авиасервисную зону, где будет техническое обслуживание воздушных судов. После заседания Рустам Мениханов вручил работникам транспорта государственные награды и поблагодарил за работу. Анна Городнова, Лешат Аюпов, Альберт Шифигулин, Игорь Аманов, Марат Сайдгараев. ТНВ. Набережная Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова